друзья всем привет надеюсь все взбодрились выпили замечательный кофе начинаем нашу еженедельную встречу с традиционного любимого видео о сегодня нашей нижегородской айти команде все что я знал про дода это естественно то что этой пиццерии вот но что скрывается с этим я даже не представлял самое забавное что раньше я работал на этаж выше вот ведущей компании и каждый раз когда я ходил на работу проходил мимо третьего этажа всегда видел эту дверь с надписью дода я думал что же там такое не было даже мысли что здесь могут сидеть разработчики и работать над приложением которым я пользуюсь когда поднимаюсь на четвертый этаж чтобы заказать себе обед у нас фич команда бизнес скажет нам нужно вот это вот там такая-то функциональность сквозь всю систему и мы делаем фичу целиком естественно бизнес хочет чтобы мы быстрее все выпускали а нам как программа не хочется чтобы наш код был идеально вылезом вот и мы ищем компромисс сейчас мы создаем новый чекаут бриллиантовый чекаут бриллиантовый способ оформления заказа чтобы пользователь мог быстро это сделать чтобы им было удобно чувакам которые пользуются приложиха будет проще тыкнуть две-три кнопочки чтобы заказать пиццу вместо того чтобы проходить по целой стопке экранов и все везде там настраивать конфигурировать даст профит в плане увеличение конверсии приложения то есть сколько людей отваливается до оформления заказа вот чека должен его снизить сначала делаем новый процесс заказа потом уже делаем само приложение они идут по улице в сторону нашей пиццерии могут в офисе заказать достером придут на них там все готово на самом деле мы очень долго думали над названием у нас мы поставили доску пытались выписывать какие-то слова и мы хотели чтобы эти две буквы были н н как нижний новгород несколько вариантов один из которых был ниндзя но чтобы было еще круче мы к слову ниндзя добавили плюс плюс в итоге называемся ниндзя плюс плюс все знают что два плюса это превосходство ну то есть был си никто его не любит си плюс плюс обожают все у си последний стандарт вышел когда никто не знает у си плюс плюс двадцатый год честно каждый год ты работаешь в новой компании и новым продуктом как будет то есть процессы и внутренние устройства меняются очень сильно быстро и кардинально но друзья до сих пор думают что я тестомейкер и конечно же просят промокод дода очень гибкая и открытая компания там к экспериментам к развитию и можно себя раскрывать в разных направлениях экспериментировать с технологиями подходами различными практиками я такого в принципе не видел в других компаниях нигде не было так хорошо как здесь очень необычная культура здесь очень любят обратную связь и обратную связь дают постоянно это очень ценно да вот именно коммуникации открыты же друг другу заинтересованность контакт друг друге это ценно вообще общение с людьми это и понимание того что они там хотели бы сделать чтобы это сложилось в единый продукт это сложно код написать просто просто заставить его работать а то чтобы это делали много людей это все вместе сложилось это вот уже сложнее вообще самое лучшее это работа с людьми которых не нужно контролировать управлять ими в общем самое лучшее это работа с людьми равного тебе уровня и это более комфортно у нас нет никакого патриархата или матриархата у нас есть бэнк после обеда после обеда мы собираемся в нашей переговорной комнате и играем настольные игру бэнк собственно когда я пришла они уже играли в бэнк мне нравится играть шерифом но мне редко выпадает постоянно до мной издевается как правило мне говорят что меня не любят когда я сажаю вику в тюрьму но ребят клевая традиция было по ночью не такое было тоже весело я долго сопротивлялся до сих пор не знаю все правила работа уже больше полгода вот ну ничего сегодня убил никого классный очень классный командный брейтинг если кто захочет поработать нижнем новгороде можно съездить а начинаю я с представления нашего нового коллеги 2 лев мареев методист нашего учебного центра а ну и как вы видите любит трекинг туризм добро пожаловать лев к нам друзья смотрите сегодня я хочу сделать такое необычное подведение итогов я буду говорить о том чего мы добились в феврале но вообще я хочу вначале поговорить о будущем помечтать вообще мечтать не вредно мечтать полезно весь наш бизнес появился благодаря мечте потому что 9 лет назад в секты в каре были какие-то мечты о строительстве бизнеса развитие и ведь кто-то кто слышал эти мечты говорил блин как вообще это это все смешно находясь в в подвале в маленькой пиццерии строить такие большие планы но видите именно наличие таких как говорится мечт до привело к тому что мы сегодня имеем поэтому давайте поговорим о будущем чего можем добиться и начну я знаете чего смотрите кто знает что вот это такое кто играл подвести руки отлично эта приставка nintendo switch switch lite вот я хочу начать с рассказа компании nintendo собственно компания по-настоящему великое в последние годы компания nintendo сделал много изобретений прорывов и эта компания переживала большое количество кризис то есть они изобретали вообще компания впервые изобрела портативные консоли игровые видите вот game and watch эта приставка была в ссср да похоже использовался на кто-то из вас ловил яйца волком вот собственно эту приставку из изобрели в nintendo nintendo изобрели приставку с джойстиками потом собственно появилась sony перевелся xbox и nintendo опять удивили весь мир приставка в и которая использовала жесты кинетические человека потом собственно появился switch тоже изобретение но как вы думаете когда появилась компания nintendo какие из предположения 60 и еще какие предположения какие 70 компания появилась 1889 году вот и компания уже больше ста лет занимается выпуском игр представляете больше ста лет в 1889 году основатель компании nintendo начал производить игральные карты были популярные карты в японии около 60 там риску больше лет компания производила карты заключила соглашение с компанией disney выпускали брендированные карты собственно не стали лидерами в японии в тысячи но наступил кризис карты перестали пользоваться спросом и в 1960-х годах компания начала производить игрушки а нинтендо производила детские коляски японский лего конструктор похожий на лего разные настольные игры я сейчас читаю книжку про нинтендо два тома где очень подробно описано все что делал нинтендо и все это постоянно было происходило через кризис и то есть компания сталкивалась с тем что вдруг теряла где-то рынок начинала меняться дело новое изобретение в 1980-х годах компания вышла на рынок электроники и собственно вот первое изобретение первая приставка была не такой но это вот всем известна приставка которая начала кто сделала компанию лидером в мире по одним из лидеров по производству приставок и вообще игр вот и смотрите компания этот пример впечатляет до компании больше 100 лет она продолжает проходя через различные кризисы сохраняя культуру инновационную продолжает запускать новые инновационные продукты и я вам скажу лично меня совершенно откровенно эта цель дико мотивирует создать если мы сможем создать компанию которая будет развиваться долго которая будет меняться вместе с изменением времени спроса контекста я хочу поговорить о том какую компанию можем построить долгосрочно что есть наша долгосрочная может быть нашим долгосрочным видением вы напомните я уже рассказывал о концепции ежа это что собственно является наше что может быть наша концепция ежай это концепция термин был придуман джимом коллинзом в книжке от хорошего к великому собственно это та идея которая может одновременно приносить компании прибыль которые используют максимально сильные стороны бизнеса и то что действительно дровит компанию зажигает дает ее энергию вот собственно что является нашей концепции ежа смотрите я считаю что это пересечение вот этих трех кругов это розничный бизнес мы занимаемся розничным бизнесом мы имеем сегодня 600 розничных предприятий в нашей сети мы умеем работать с родственным потребителям создавать систему бренд для большого количества потребителей следующий круг от айти мы умеем на стыке айти и розницы создавать какие-то инновации менять розничный бизнес используя возможности которые дает технологии и третий круг как вы думаете что это это франчайзинг да это партнерство с предпринимателями и мы умеем в работе заниматься мы накопили большой опыт в франчайзинге в розничном бизнесе мы умеем создавать комьюнити предпринимателей сотрудничать с предпринимателем выстраивать с ними открытые отношения создавать платформу когда каждый предприниматель делится знаниями и драйвит всех остальных ну и собственно мы создаем для наших предпринимателей систему которая позволяет сделать их бизнес более открытым управляемым прибыльным и вот собственно пересечение всех этих торгов я вижу нашу концепцию ижав то где мы можем развиваться и это на самом деле бескрайний рынок это могут быть и чтобы все это развивать нужно иметь компетенции в строительстве потребительских брендов нужно уметь развивать формат и формат это соединение дизайна продукта система обслуживания цен мы умеем управлять и развивать дизайн нам очень важен дизайн потребительском бизнесе дизайн интерьеров бренд айдентика мы умеем развивать продукты у нас замечательная команда r&d у нас уже неплохой опыт в r&d мы будем развиваться в этом направлении у нас есть технологическая платформа команда который позволяет все это делать инновационным прозрачным используя современные технологии у нас есть опыт создания систем менеджмента в том числе используя наши сильные стороны в технологиях собственно что может быть наши как можно сформулировать наше видение миссию мы можем создавать повседневные сервисы и продукты для большого количества людей миллионов людей простых людей с помощью технологий улучшая эти сервисы и продукты с помощью технологий и в партнерстве с большим количеством предпринимателей которые разделяют наши ценности это могут быть разные совершенно бизнесы кофейни и пиццерии кебабы когда-то недавно я говорил об отелях химчистках а это все операционный бизнес который можно улучшить с помощью технологий как мы можем развиваться в этих направлениях давайте поговорим о конкретике что про наш сегодня главный бизнес что о пицце у нас сегодня есть три главных фокуса три главных рынка вы их знаете это евразия европа и африка китай возможно появятся еще рынки каждый месяц к нам приезжают встречаете в офисе гости из других стран недавно у нас были гости из саудовской аравии с ближнего востока из ливана у нас по на этой неделе будет встреча с потенциальным партнером которым интересно развитие дода в колумбии интересной стране в латинской америки и какие у нас вызовы стоят и как мы будем развиваться на этих трех рынках на главных рынках евразии евразии сегодня это большой бизнес и здесь нам нужно построить эффективную систему использовать наше преимущество масштаба для того чтобы улучшить наши продукты создать действительно очень консистентный опыт для наших клиентов наших пиццериях мы знаем что они все наши пиццерии работают идеально нам нужно научиться управлять маркетингом построить действительно сильный бренд это действительно челлендж мы добились лидерства в россии но мы еще не сделали то что нам нужно сделать на этом рынке велика европа самый главный челлендж сейчас это я думаю что развитие великобритании в европе наверное сейчас можно разделить на три рынка это великобритания восточная европа африка так вот сейчас вы знаете что открывается наша первая корпоративная пиццерия великобритании в городе royal emington spa в интересном формате и эта пиццерия тестовая пилотная в том числе это будет шоурум нашего бренда нашей компании в великобритании если эта пиццерия добьется успехов мы сможем развиваться на этом конкурентном рынке великобритании и уже сегодня большое внимание приковано к нам потенциальных франшизе китай огромный рынок вы знаете пиццерия в китае я сейчас об этом еще расскажу начала работу после небольшой паузы а вот эта вторая пиццерия почему я здесь на слайд поместил именно ее фотографию сколько стоило открытие этой пиццерии примерно мы еще не знаем прям совсем точные расходы но примерно сколько стоило открытие пиццерии инвестиции именно в строительство оборудования какие предположения давайте в рублях не в юанях сколько давайте по старому сколько 18 миллионов до еще еще варианты 20 миллионов еще варианты сколько 2 миллиона минус 3 заработали до при открытии миллион примерно миллион рублей открыть это пиццерия она очень маленькая площадь кухни но я думаю что в итоге будет больше но наверное будет в пределах там полтора миллиона очень маленькая кухня 6 квадратных метров и наша идея заключается в том что если эта пиццерия заработает хорошо она будет прибыльной мы начнем масштабировать вот эти маленькие пиццерии в ханжоу откроем 30 50 пиццерий для того чтобы создать присутствие бренда чтобы наш бренд стал top of mind и мы получили приток клиентов после этого поняли что наша модель действительно при хорошем покрытии дает хороший результат и смогли масштабировать бизнес китая это будет очень сложная интересная задача вот а рынок вы знаете он там просто огромный что еще по поводу будущего пиццы часто задают вопрос как мы дальше будем развиваться окей есть китай есть а что дальше есть европа что дальше смотрите а есть два пути развития я хочу о них поговорить это внутреннее развитие внешнее развитие экстенсивное интенсивное начало про внешнее развитие экстенсивное развитие как вы думаете что это за карта там где нас нет окей неправильно что еще как есть вариант там где мы будем окей примерно так но смотрите эта карта присутствия доминос пицца 85 стран в мире что это означает туда куда пришел доминос туда может прийти и мы почему потому что наши коллеги приходят пришли и создали рынок они научили потребителей заказывать пиццу в интернете заказывать пиццу на доставку и мы знаем знаем что если есть там доминос значит там есть рынок в каких-то странах мы уже есть там есть доминос вот экзотический ход нигерия и мы будем развиваться вширь это большой челлендж но это возможно большое количество стран большой путь будем делать это постепенно что касается внутреннего развития что под этим имею ввиду смотрите как будет меняться в долгосрочной перспективе наш формат пиццерии вообще возможно кто-то скажет может быть через десять лет никто не будет есть пиццу все все поменяется а мы строим долгосрочный бизнес я считаю что пицца вечно это гениальный простой продукт хлеб и сыр и начинка будет всегда и как мы будем развиваться без словно мы будем меняться вместе с рынком мы будем развивать наши продукты мы будем делать более легкие более здоровые продукты мы будем постоянно работать над ингредиентами расширять линейку продуктовую развивая наше оборудование соединяя оборудование допустим с интернетом я мечтаю о том когда наши печки будут коннект с до ds я думаю что не такая технически сложная задача мы будем развивать вместе с производителями нашу систему поставок когда мы сможем использовать ингредиенты с короткими сроками хранения очень точно прогнозировать спрос использовать более сложные ингредиенты мы развивать нашу систему менеджмента то что мы сделали в до ds сейчас это только самое начало вы знаете мы многие вещи делаем совершенно базовые и вообще в целом да там два года назад мы бились чтобы дс в принципе работала при таких нагрузках то что мы можем сделать это подсказывать мы много об этом говорили нашим менеджерам как нужно работать лучше принимать решения и здесь огромное поле для развития и формат будет меняться формат смотрите сейчас меняются формата массово общепита меняется очень классный пример макдональдс макдональдс очень за последние годы сделал сильный прорыв в развитии формата у нас через несколько месяцев запустится приложение заказ в зале нашем приложении я считаю что это прорыв в развитии нашего формата и в этом будущее вот поэтому внутри есть огромное поле для развития изменения вместе с с миром вместе с рынком а теперь о двух наших новых концепциях я хочу поговорить опять же о будущем помечтать как они будут развиваться какие-то самые важные вещи донор лишь шавурма шаверма скоро мы объявим как будет называться бренд пока секрет чтобы мы могли все зарегистрировать пока не можем публично объявлять собственно что мы хотим сделать в доноре мы считаем что донор шаверма это прекрасный продукт для того чтобы построить массовый сетевой большой бизнес большой бренд потому что это тонкая лепешка у нас будет лепешка из цельнозерновой муки это мясо это клетчатка овощи вкусные соусы мы считаем что этот продукт если его делать технологично создать классную производственную систему может быть таким же популярным как и бургеры просто нужно это все классно упаковать и в этом есть рынок этот рынок есть в россии вы знаете что нет нет большого количества сетевых концепций в шаверме этот рынок есть в мире их тоже таких концепций нету зачем донору мобильное приложение кто-то мне задавал такие вопросы зачем это нужно для бизнеса смотрите на самом деле вы знаете да что небольшая команда из арсения и георгия санкт-петербурге наш офис санкт-петербурге сейчас делают приложение для донора вот собственно смотрите у в этом есть большой смысл первое приложение позволит нам использовать маленькие локации очень дорогих местах мы будем открываться на очень большом трафике и мы хотим выжимать максимум из этого дорогого помещения где мы платим за трафик мы хотим чтобы наши постоянные клиенты которые живут рядом со станции метро где у нас будут находиться пока это в москве будут находиться наши доноры донорные скачивали приложение и когда они ехали в метро домой или выходили из дома они могли заказать себе кофе донор и их не пугало что помещение маленькое и там допустим очередь выходе максимум убрать бутылочные горлышки для заказа второе большое количество пользователей мобильном приложении дает нам возможность оцифровать клиентов значит мы сможем контролировать максимально эффективно возврат наших клиентов насколько они удовлетворены нашей работой поэтому большая ставка на мобильное приложение краткий апдейт есть чуть позже сделаю по новостям команды магомеда команды доноры кофе смотрите кофе огромный рынок казалось бы огромное количество игроков зачем мы идем в кофе что мы хотим сделать там инновационного мы хотим добиться того чтобы стоп 1 тезис мы хотим добиться чтобы 100 процентов заказов в кофе было сделано в мобильном приложении они были цифровыми почему часто я сталкиваюсь читая различные различных инновациях вообще пить и с тем что некоторые технологии притягиваются за уши да то есть люди хотят привнести технологии но эти технологии непонятно зачем сейчас нам нужны в нашей ситуации мы хотим оцифровать клиентов с очень одной прагматичной целью смотрите мы хотим сделать для нашей кофейни для нашего бренда возврат клиентов настоящей религии для наших команд наших кофейных что что это такое смотрите кофе это очень это вообще гениальный уникальный продукт во первых кофе пьют каждый день кофе это социальный коннектор люди общаются за чашкой кофе и кофе очень хрупкий продукт его легко испортить и сложно масштабировать поэтому старбакс используют автоматические кофе-машины зерно темной обжарки чтобы не веровать вкус и и собственно оцифровав клиентов и видя когда к нам клиенты возвращаются мы даем нашим командам два инструмента это качественный продукт и сервис и говорим смотрите у вас есть инструмент в виде продукта если вы будете выполнять все стандарты у вас будет получаться офигенный кофе и вы будете давать классный сервис клиенты вам будут возвращаться а мы нашим командам будем показывать каждый день кто возвращается если допустим кто-то вот катя допустим пришла в кофейню и она пришла через первый раз через неделю борис это увидит он увидит что именно катя пришла пришла и первый раз в мою смену я сделал чтобы ты вернулась и мы это сделаем мощнейшим фокусом для команды как мы сделаем как вообще мы поменяем паттерн потребления мы хотим поменять паттерн потребления ведь люди привыкли заказывать в оффлайне не привыкли заказывать устойки первое мы попытались вытащить из опыта людей те моменты которые делать в онлайне возможно удобней и это глубокая продуктовая кастомизация смотрите мы хотим сделать концепцию которая будет по-настоящему извините за это слово упорота по кастомизации что там можно будет кастомизировать все в напитке и когда если вы хотите там допустим раф на каком-нибудь обезжиренном молоке с корицей вам не нужно будет каждый раз говорить бариста это и он там забудет и перепутает вы просто сохраняете этот рецепт в вашем мобильном приложении и заказываете приходите ваш раф на обезжиренном молоке будет готов смотрите мы хотим дать мы хотим найти свою нишу на рынке для того чтобы этот рынок хакнуть и мы хотим дать классный продукт уровня хороших кофеин которые продают хороший кофе по доступным ценам вы скажете как это сделать ведь мы же занимаемся бизнесом как это будет возможно экономически и здесь у нас есть трюк мы хотим использовать помещение которые стоят дешевле чем обычно берут для себя кофейни потому что аренда это вообще главный расход для кофейни как мы это сделаем мы станем будем вставать на условно вторых линиях и через digital через там вирусную рекламу будем дарить кофе при установке мобильного приложения мы будем затаскивать к нам к нам гостей гости будут пробовать наш кофе он им будет нравиться там будет классный оно будет классного вкуса и будут возвращаться и мы не будем переплачивать за помещение и тем самым сможем нашим постоянным гостям которые вступят в наш клуб сделают подписку в нашем приложении можем дать цены ниже на очень классный продукт а в будущем представьте что у нас будет очень много кофеин и у нас есть для этого возможность у нас большая потенциальная база партнеров люди будут заходить в приложение искать кофейню рядом они не будут смотреть на выиски они будут искать в мобильном приложении тогда мы сможем снимать локации не такие дорогие не переплачивать собственником локации что мы хотим сделать дальше смотрите это вообще в принципе такая очень далекая идея но я хочу о ней рассказать если мы сможем собрать пользователей в если мы сможем собрать пользователей в мобильном приложении оцифровать их мы их сможем социализировать и вообще тогда мы сможем поставить интересную цель сделать из сети кофеин новую социальную сеть смотрите я недавно был на лекции у французской великой французской революции и узнал что в конце 18 века во франции идеи распространялись через кофейни то есть буржуа жители городов собирались кофейник пили кофе обсуждали новости рассказывали друг другу идеи вольтера и кофейни были таким по сути социальной сетью что мы можем сделать представьте что у вас у всех есть приложение нашей кофе нашего кофейной сети и наши кофейни находятся где-то у вас спальных районах и собственно вы открываете приложение видите что допустим завтра с шести до семи вечера в кофейне будет какой-нибудь чувак рассказывать о том как он зашел на эверест рядом с вашим домом вы можете прийти послушать пообщаться и собственно кофейня даже сама его и не приглашала просто в нашем приложении есть возможность в определенные часы людям которые хотят устроить какое-то мероприятие устроить и они в нашем клубе устроить мероприятие в кофейне и так как кофе это продукт который связывает людей каждый может связывать людей и ты употребляешь каждый день есть некие физические места где можно находиться людям и они эти люди у нас находятся в телефонах теоретически мы можем всех соединить имеем большую сеть и большое количество клиентов и эта идея вообще мне кажется очень и очень интересная вот на самом деле смотрите сейчас 8 59 я вообще не успею рассказать про результат февраля прошу прощения вот слишком долго я рассказывал результат февраля можно будет посмотреть в отчете я выложу его и презентацию в слэке как только закончим у меня буквально пару слайдов про будущее смотрите что все это создать я сейчас просто накидывал такие идеи vision как мы можем развиваться мы можем создавать дальше другие концепции интересные когда мы приходим в какой-то бизнес начинаем изобретать используя понимая как это можно сделать с помощью технологий что переизобрести сделать лучше технологии могут быть не только информационные это может быть и робототехника и это может быть инновации связанные с рэнди продуктов с оборудованием нам нужно развивать иметь очень сильную культуру иметь сильных людей в компании потому что собственно все о чем я говорю безусловно там не сделать мне как одному как предприниматель нужно иметь команду предпринимателей на каждом направлении в каждом продукте в каждом проекте вот и важно еще что касается будущего вы знаете что кстати интересно что компания нинтендо стала публичной вышла на биржу в японии в 60-е годы да то есть как бы и после этого она делала инновации то есть выход на биржу не помешал компании оставаться сохранить культуру остаться инновационной одна из целей если говорить о будущем это выход на IPO и вот смотрите английское слово public company да публичная компания может привести как общественная компания компания которая принадлежит обществу и у нас есть такая цель и это наша некая миссия потому что то количество инвесторов и сотрудников моих партнеров коллег которые вложили и деньги и энергию и душу в развитие этого бизнеса компании собственно все многие из них ожидают то что компания станет публичной и акции компании будут ликвидными и собственно это тоже большая цель которая поможет нам реализовать все остальные цели потому что публичность это выход и на рынок возможно более легко привлекать капитал получать обратную связь с рынком вот ну что друзья смотрите 9 часов я не буду задерживать выложу отчеты февраля в слэйке вот такое будущее давайте думать о будущем но думаю о будущем надо не забывать о настоящем global спасибо спасибо спасибо